Каин. Мы видим это из истории с Каином, убившим своего брата. Как сказано Брешит 4.10. Крови брата твоего вопиют. Не сказано кровь брата твоего, но сказано крови брата твоего и его кровь и кровь его потомков. Другое объяснение слов крови брата твоего. Кровь его была разбрызгана по деревьям и камням. Еще говорят свидетелям. Еще одна причина. Чтобы еретики не могли сказать. Есть много богов на небесах. Предков этих людей создал один бог. А предков этих людей другой. Поэтому был создан лишь один человек. Чтобы все знали, что его создал Всевышний. И еще причина провозгласить величие Всевышнего. Человек чеканит несколько монет одним чеканом. Все они похожи одна на другую. А царь царей над царями Всевышний, да будет он благословен, создал всех людей по образу первого человека. Ведь они его потомки. И ни один из них не похож на другого. Поэтому каждый обязан говорить. Ради меня создан мир. И одно мое прегрешение может разрушить весь мир. А если вы скажете. Зачем нам это несчастье. Влезать в столь опасное мероприятие. Лучше вообще не будем свидетельствовать. То уже сказано. Вайкра 5.1. А он свидетель. Видел или знал. И если не скажет. То будет виновен. А если вы скажете. Зачем нам быть ответственными за пролитие крови этого человека. То уже сказано. Мишлей 11.10. А когда гибнут злодеи. Веселье. Это и есть милосердие. Месть злодею. Это и есть истинное милосердие. Сколько раз Всевышний утверждает в Танахе это сочетание милосердия и правды. Сказано. Таилим 25.10. Все пути Господа милосердие и правда. И еще сказано. Таилим 61.8. Милосердие и правда охранять будут его. Еще сказано. Таилим 85.11. Милосердие и правда встретились. И так далее. Из-за милосердия глупцов исчезнет всякое правосудие. Эти слова Ромбана в его комментарии к Дворим 7.16 прямо относятся к легиону ассимиляторов, усвоивших нееврейские идеи, идеи чуждой культуры. Разумеется, месть, насилие, смерть людей от рук других людей. Все это весьма серьезные вещи. И когда они совершаются лишь ради того, чтобы возвеличить царя или нацию, или в качестве личной мести, это зло и преступление. Но тот, кто исполняет повеление Господа, следуя его заповедям и руководствуясь его критериями, как полагается, с состраданием и с милосердием, мирными средствами в нужном месте и в нужное время, и с жестокостью, местью, военными средствами, в нужном месте и в нужное время. Такой человек служит Всевышнему, да будет благословенно имя его. Святая Тора, закон жизни и закон милосердия, повелевает нам исполнять заповедь о Ирганидахат, городе, где все жители которого, поддавшись увещеваниям негодяев, стали поклоняться чужим богам. Всевышний, милосердный Бог, повелевает нам в Своей Торе уничтожить такой город, всех его жителей и все их имущество, чтобы навеки оставался он грудой развалин. В Торе написано, дворим 13, 16, 19, Перебей жителей того города острием меча и сожги огнем город и всю добычу его полностью, как угодно Господу, Богу Твоему, и проявит Он к тебе милосердие, и сжалится над тобой, и размножит тебя. Ибо слушался ты Господа, Бога Твоего, и соблюдал все заповеди Его, и делал угодное Господу, Богу Твоему. А о словах полностью, Калиль, как угодно Господу, Богу Твоему, наши мудрецы говорят, Санедрин 111 бет, Согласно нашему ограниченному пониманию, это выглядит как верх жестокости, Но ведь всемогущий Господь, и дела у Него взвешены. Шмуэль 1, 2, 3 Тора Господа совершенна, вся она истина и справедливость, милосердие и сострадание. В чем же дело? Четкий ответ мы находим в Мишне, Санедрин 10, 6. Все время, пока есть в мире злодеи, гнев Всевышнего обрушивается на мир. Исчезли злодеи из мира, ушел гнев из мира. А Талмуд говорит об этой Мишне, Санедрин 113 бет. Учили наши мудрецы, злодей пришел в мир, гнев пришел в мир. Как сказано, Мишлей 18, 3. С приходом злодея приходит также презрение, а с бесчестием стыд. Исчез из мира злодей, добро пришло в мир. Как сказано, Мишлей 11, 10. А когда гибнут злодеи, веселье. Понятно, как мы уже говорили выше, что это должно делаться исключительно во имя исполнения заповеди Всевышнего, без какого-либо личного интереса или материальной выгоды. Так пишет Раши в комментарии к Дворим 13, 17. Как угодно Господу Богу Твоему, во имя Его и для Него. И также пишет Ибн Эзра в комментарии к Дворим 13, 17. «Полностью, всецело во имя Господа Бога Твоего, во имя Величия Всевышнего, сожги его огнем». И авторы комментария Дадз Кеним пишут, «Чтобы всем стало известно, что вы уничтожили этот город во имя Всевышнего, а не ради того, чтобы присвоить себе имущество его жителей». По этому поводу пишет Раби Хаим Ибн Атар, автор комментария «Ор Гахаим к Дворим 13, 18». «Если бы жители этого города были убиты в результате человеческой мести, то последствия могли быть отрицательными. Но не так обстоит дело в данном случае, поскольку это действие совершается только потому, что таково повеление царя, как сказано, «Ибо слушался ты Господа Бога Твоего и соблюдал все заповеди Его». Исполнение закона «О Ирганидахат» приравнивается к исполнению всех заповедей Всевышнего, как объясняют мудрецы наши благословенно их память. Урок первостепенной важности преподносит нам автор этих слов. Ведь нет другой заповеди в Торе, которую так трудно было бы еврею исполнить, как заповедь, предписывающую уничтожить целый еврейский город. Все существо еврея противится такому указанию. И если он все же преодолевает самого себя и подчиняет свои инстинкты воле Всевышнего, чтобы исполнить эту заповедь, насколько велика его награда, насколько он принимает на себя царскую власть царя над царями, насколько он готов нести иго его царства. Действительно, исполнив эту заповедь, он словно исполнил все заповеди Всевышнего. Ибо слушался ты Господа Бога твоего. Дворим 13.19 Из этих слов мудрецы наши делают вывод. Начал человек слушаться немного, в конце концов дают ему услышать многое. «Делал угодное Господу Богу твоему». Раби Шмуэль говорит «Угодное небесам, а не то, что угодно человеку». Абальга Турим пишет в своем комментарии к дворим 13.18 «Чтобы ты не беспокоился, говоря «Я уничтожил город с жителями его». Тора говорит «Не беспокойся, проявит он к тебе милосердие и размножит тебя». Приведем еще слова автора в комментарии «Дадз киним» к дворим 13.18 «В награду за то, что не был ты милосерден к тем, кто вызывает его гнев, он будет милосерден к тебе». Корень слова «Некома» — месть. «Кун» — вставать, подниматься. А подъем противоположен падению, как сказано Мишлей 24.16. «Семь раз упадет праведник, но встанет». И еще сказано Миха 7.8 «Не радуйся из-за меня, неприятельница моя, что я упал, я встану». И еще Амос 5.2 «Пала, не встанет вновь Дева Израиля». Смотри в трактате «Брахот» 4.8 Как мудрецы наши, жившие в Эрцисраэль, объясняют этот стих. А ненавистники Израиля называли Камим, восстающие против, как сказано, Шмуэль 2.22.49 «Избавляющий меня от врагов моих, от восстающих против меня, вознеси меня». И еще сказано Таилим 44.6 «С тобой врагов наших израним, именем твоим растопчем, восстающих против нас». Все то время, пока человек падает перед восстающими против него врагами, он пребывает в унижении, ему необходимо собраться с силами и встать. Поэтому о побеждающем царстве, которому сопутствует успех, говорится, что оно восстает, поднимается, как сказано, Шмуэль 1.24.20 «И восстанет рукой твоей царство Израиля». А когда еврейский народ находится в изгнании и пребывает в унижении и упадке, то и Всевышний словно пребывает в том же положении, и ему надо подняться и отомстить врагам его, тем, кто восстает против него, то есть тем, кто восстает против еврейского народа, как сказано в Михильте, глава Бешалах, Масехта-де-Шира 6. «Каждый, кто восстает против Израиля, словно восстает против Всевышнего». «Поэтому месть должна начаться с подъема. Месть – апогей подъема из состояния падения и упадка. Поэтому неисчислимое количество раз мы призываем Всевышнего восстать». Так сказано в Псик Тарабати, глава 31. «И говорил Сион, «Оставил меня Господь, и Господь забыл меня». Ешаягу 49.14. «И так сказано, «Восстань, Господь! Бог, вознеси руку свою, не забудь смиренных». Таилим 10.12. «Сказал Раби Пинхас Гакуэн от имени Раби Гошаи. Пять раз призывал Давид Всевышнего восстать. Восстань, Господь! Спаси меня, Бог мой!» Таилим 3.8. «Восстань, Господь! В гневе своем подними спротив врагов моих». Таилим 7.7. «Восстань, Господь! Да не усилится человек!» Таилим 9.20. «Восстань, Господь! Бог, вознеси руку свою!» Таилим 10.12. «Восстань, Господь! Выйди навстречу Ему! Поставь Его на колени!» Таилим 17.13. «Почему пять раз? Ведь надо было призывать четыре раза против четырех царств, которые, как видел Давид в своем пророческом видении, будут порабощать Израиль и против которых Он призывает Всевышнего восстать. Против каждого из них «Восстань, Господь! Восстань, Господь!» Так почему же пять раз? То есть, если Давид призывает Всевышнего восстать против четырех царств, то почему мы насчитываем в Танахе пять таких призывов? «А потому, что Он видел царство Гога, как оно приходит с силой и стал призывать Всевышнего восстать против Него, говоря, «Владыка мира! Нам не предначертано сталкиваться с этим царством! Ты сам выйдешь Ему навстречу! Восстань, Господь!» «Восстань, Господь!» «Выйди навстречу Ему!» «Поставь Его на колени!» И все же непонятно. Ведь Давид произносил «Восстань, Господь!» больше пяти раз. Например, «Восстань на помощь нам!» Таилим 44, 27 «Восстань, Бог!» «Заступись за дело свое!» Таилим 74, 22 «Восстань, Бог!» «Суди землю!» Таилим 82, 8 «Похоже, что мудрецы наши благословенно их память учитывали только призывы, содержащие Слово Господь и не учитывали те, что содержат Слово Бог или не содержат обращения вообще. А причина этого в том, что Давид призывает Всевышнего восстать, несмотря на то, что у Израиля нет заслуг. Он обращается к милосердию Господа. Имя Господь символизирует Его милосердие и призывает Его восстать ради Себя Самого». Сходную идею мы находим в Медраше Берешит Раба, 75, 1 «Из-за ограбления бедных, из-за стенания нищих ныне встану», скажет Господь. Таилим 12, 6 Раби Шимон Барьона сказал «Ныне встану, все время, пока он народ Израиля словно испачкан прахом, я не встану». «Но когда придет день, о котором сказано «Отряхнись от праха, встань, воссядь, Иерусалим!» Ешаягу 52, 2 «Тогда умолкни всякая плоть перед Господом, ибо пробудился он в святой обители своей». Захарья 2, 17 Всевышний словно испачкан прахом и не поднимается в точности, как Израиль. Как сказали мудрецы наши, благословенно их память о словах Торы, Бамидбар 10, 35 «Восстань, Господь, и рассеются враги Твои, и разбегутся ненавистники Твои. Все время, пока Израиль порабощен, Шхина порабощена вместе с ним». Сифрей, глава Беалотха 84 «Поэтому мы молим Всевышнего восстать и совершить возмездие. Пробудись! «Почему спишь ты, Господь?» Таилим 44, 24 Мудрецы наши, благословенно их память, говорят в Мишне, Маасыр Шейни 5, 15 Первосвященник Йоханан отменил будителей, а в Талмуде Сота 48 Алиф. «Они объясняют, кто такие будители?» Сказал Рахава. «Каждый день левиты, стоя на своем возвышении в храме, говорили» Таилим 44, 24 «Пробудись! «Почему спишь ты, Господь?» Сказал им первосвященник Йоханан «Разве Всевышний может спать?» Ведь сказано Таилим 121, 4 «Вот не дремлет и не спит страж Израиля!» Однако Всевышний может спать, когда Израиль пребывает в горе агои благоденствуют. Поэтому и сказано «Пробудись! Почему спишь ты, Господь?» Конечно, понятие «почему спишь ты» существует все время, пока Израиль пребывает в горе. Большинство народа находится в изгнании и храм разрушен, а враги угрожают еврейскому народу. И точно так же понятно, что когда Израиль не выполняет воли Всевышнего, Всевышний «спит» в кавычках, скрывает от нас свой лик. Так сказано в Йелкут Шимани. Когда Израиль выполняет волю Всевышнего, он не спит, как сказано. Вот не дремлет и не спит. Как же громко мы в нашем низком поколении должны кричать «Пробудись! Почему спишь ты, Господь?» Мы обязаны кричать и будить Всевышнего, как кричал пророк. Ешаягу 63.15 «Взгляни с небес и посмотри из обители святости и великолепия твоего, где ревность твоя и величие твое!» И еще Ешаягу 62.6.7 «На стенах твоих Иерусалим поставил я стражей весь день и всю ночь, всегда не будут они молчать, напоминающие Господу о заслугах предков. Не молчите! И ему не давайте молчать, пока не восстановит он Иерусалим и не сделает Иерусалим славой по всей земле!» А автор комментария Мецудат Давид поясняет «Не давайте Господу отмалчиваться и не восстанавливать Иерусалим, но умоляйте его, пока он не восстановит его в прежнем виде, сделав великолепнейшим местом всего мира!» А автор комментария Мецудат Давид поясняет «Не давайте Господу отмалчиваться и не восстанавливать Иерусалим, но умоляйте его, пока он не восстановит его в прежнем виде, сделав великолепнейшим местом всего мира!» А мудрецы наши, благословенные их память, говорят об этом стихе из книги Ишаягу, Мнахот 87 Алев. «Что говорили те стражи?» «Так сказал Рава-Бар-Бар-Шейла!» «Ты восстань, смилуйся над Сионом!» Таилим 102, 14 «И Всевышний должен восстать и пробудиться!» Как сказано Таилим 78, 65 «И пробудился, как от осна Господь, как богатырь поднимается, протрезвев от вина!» Он восстанет, чтобы ревновать, чтобы очищать, чтобы мстить! И так говорит пророк Цфанья 3, 8 «Поэтому ждите меня, Слово Господа, до того дня, когда встану я, чтобы взять добычу у народов, ибо закон мой собрать народы, собрать царства, чтобы излить на них ярость мою, весь гнев мой, ибо огнем ревности моей будет пожрана вся земля! До того дня, когда встану я, чтобы взять добычу у народов, Господь восстанет из унижения, из осквернения Его имени, и Его возмездие над злодеями приведет к освящению Его имени, ибо только местью, совершенной в нужном месте и в нужное время, поражением зла и злодеев, Всевышний освящает свое имя, оскверненное народами! Таково правило! Тот, кто подчиняет свои инстинкты и свой ограниченный разум по велению Бога, исполняя Его волю без каких-либо своих личных интересов, и выходит на войну, чтобы искоренить зло и совершить возмездие над злодеями, называется милосердным и праведным человеком, искоренившим из мира зло. И об этом говорит царь Давид, мир праху Его, Таилим 149, 6, 7. Возвышенное славословие Бога на устах их и обоюдоострый меч в руке их, чтобы совершить мщение над народами. А мудрецы наши, благословенные их память, говорят, Брахот, пять алев, каждый, кто читает Шма-Исраэль перед сном, словно держит обоюдоострый меч в руке, как сказано, возвышенное славословие Бога на устах их и обоюдоострый меч в руке их. Понятно, что каждый, кто держит в руке обоюдоострый меч, обязан принять на себя Иго-Царство Небес, что составляет главный смысл чтения Шма-Исраэль и в точности исполнять заповеди ведения войны, каких установил Всевышний. Ибо, к сожалению, из-за страшного изгнания, ослепившего нас чуждой культурой, многие, кто сознательно сбросив с себя Иго-Небес, кто, как значительная часть святого лагеря хранителей веры по печальной ошибке, в такой степени неправильно, искаженно, извращенно воспринимают Всевышнего и Его требования к нам, что вопрос войны, мести народам и освящение Его имени победой еврейского народа вообще снят с повестки дня. Но согласно истинной еврейской идее, точно так же, как мы получили с Синая законы субботы и законы, запрещающие смешивать мясное с молочным, мы получили также законы проведения войны и законы совершения возмездия. И законы эти мы должны исполнять в наши дни, дни, непосредственно предшествующие приходу Машиаха, дни начала избавления. Продолжение следует... Продолжение следует...